Уровневые игры с дивизионом B такой же неоднородной, как Лига Развития. В дивизионе B хватает как собственных и сильных команд, которые, имея хороший состав, если они его собирают, могут дать бой некоторым командам в дивизионе A. Так как катают и слабых команд, но, опять же, мне кажется, что они слабые ровно по той же причине, что собрать боевой состав, который люди предполагали, создавая команду в начале сезона, достаточно тяжело, потому что все работают, у всех дела, и тяжело приезжать на игры. Но, подытожив все, что я сказал, я бы сказал, что в Лиге Развития уровень в среднем незначительный, но все-таки ниже. Нет, не хотел бы. Наверное, по той причине, что я играю в этой команде, потому что я здесь играю со своими друзьями, с которыми мы играем по воскресеньям, последних лет уже почти 10. Я играю здесь не потому, что это Ранкиса, а потому что мы играем со своими товарищами и друзьями. Уровень рост от сезона к сезону были проблемы со статистикой, которые, в общем-то, решились, решались. Долго, но решались. Я думаю, что это точно надо сделать, и я думаю, что я подниму на этом деньги через пару лет. Я думаю, что в скейтбол должны играть те, кто играет в скейтбол, а подбор профессионалов – это бесполезная штука.